Здравствуйте, меня зовут Игорь Льгоф, я арбитражный управляющий. И сегодня мы поговорим про микрофинансовые организации, коротко микрофины. Эти организации дают небольшие суммы, микросуммы, под большие проценты, макросуммы. Поэтому в шутку я их называю макрофинансовые организации. Так вот, история одной клиентки, которая набрала кредитов и в том числе взяла кредит в микрофинансовые организации. Она взяла не просто кредит в 300 тысяч рублей, а отдала в залог свою двухкомнатную квартиру. И когда она обратилась к нам, ее уже выселяли. Что стало с ней, смотрите в конце рубрики. Итак, когда мы говорим про микрофинансовые организации, мы всегда вспоминаем, что есть какие-то коллекторы, мужики, которые выбивают деньги, братки. Но я про это не буду вам говорить. Я просто покажу, что брать кредиты в микрофинансовых организациях – это невыгодно. Первое, о чем я хотел сказать. Допустим, что у вас ежемесячный платеж в банке 2 500. И тот же платеж у микрофинансовой организации также 2 500. Но есть одна проблема. В банке вы взяли 200 тысяч, а в микрофинансовой организации вы взяли всего 25. Другими словами, за те же деньги вы получили в разы меньше. Почему такая большая разница? А потому что проценты за пользование в микрофинансовых организациях гораздо-гораздо выше. Поэтому мы не рекомендуем брать кредиты в микрофинансовых организациях. Чем закончилась история клиентки, которая взяла 300 тысяч под залог квартиры у микрофинансовой организации? Ее начали выселять, но нам удалось добиться того, что ее не выселили. Но долг этой клиентки составляет 1 200 000 рублей. Только подумайте, она взяла 300, а стала должна практически в 4 раза больше. Хорошо делалось, скажу я вам. Так вот, если мы сравниваем кредитные карты с пивом, то микрофинансовые займы мы сравниваем с героином. Люди, которые подсаживаются на такие легкие доступные деньги, потом просто не могут с них слезть и выплатить огромные проценты. Поэтому я не рекомендую пользоваться услугами микрофинансовых организаций. Для того, чтобы не брать бессмысленных кредитов, смотрите рубрику «Юрист на связи» в программе «Новый день». Увидимся на следующей неделе. Все, пока-пока.